ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мысли даны человеку для того, чтобы выражать их словами. С вами ток-шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Я Алексей Шахматов, здравствуйте. Ревность – одна из наиболее сильных, разрушительных и болезненных эмоций. Ее уколы хоть раз в жизни ощущал каждый человек. Часто ревность мы рассматриваем как меру любви, а ее отсутствие, наоборот, трактуем как признак безразличия и порой намеренно пытаемся вызвать ее у второй своей половинки. А некоторые считают, что ревность – это психическое заболевание, а не норма. И что присуща она людям изначально подозрительным, агрессивным и неуверенным в себе. Итак, что такое ревность? Признак большой любви или проявление комплекса неполноценности? Наши гости сегодня – Юлия Варра, сексолог, психотерапевт, психиатр Игорь Ваген, певица Ольга Маковецкая. Гости справа от меня уверены – без ревности любви не бывает. Их оппоненты убеждены, что ревность – это патология, и с ней надо бороться. Певец Александр Текила, адвокат Евгения Мартынова, актер и певец Эд Шульжевский. И наши эксперты в центре зала – прекрасные женщины, певица Настя Храйнова и актриса Анна Калашникова. На спутниковой связи я приветствую Азербайджан. Из Баку с нами разговаривает психоаналитик Эльмир Акпер. Здравствуйте, Эльмир. Здравствуйте, приветствую вас, ваших гостей. Итак, по традиции в начале нашей программы сюжет наших журналистов. Внимание на экран. Разрушительное по своей природе, деструктивное и основанное на недоверии, вызывающее всплески злости и негодования. Ревность – это проявление комплекса неполноценности и неуемное желание собственности. Даже если на первых порах ревность может показаться верным признаком большого и глубокого чувства, к любви это никакого отношения не имеет. Ревневец наблюдает, подлавливает и допрашивает не хуже следователя, желая подтвердить свои подозрения, он не спит ночами и требует доказательств собственным фантазиям. Это тяжелая болезнь, это сексуальное расстройство. И совершенно неважно, дают ли мужчина или женщина повод для ревности. Кто хочет, тот всегда найдет. И связавшие свою жизнь с ревнивцем-фараноиком рассчитывать на спокойную жизнь не могут. Но есть и те, кто считают ревность нормальным чувством, присущим каждому человеку. Если она жестокая и слишком состическая, то это уже плохо. А если она в пределах разумного, то, наверное, призрак любви. Ревность – это признак, по-моему, ненормального человека. Если ревнуешь, значит любишь. Если не ревнуешь совсем, значит и не любишь. Ну, как бы логично все, по-моему. Любовь – это когда ты желаешь добра, любимому человеку, блага. А все-таки чувство собственничества – это немножко другое. Ревность – совершенно нормальное чувство, и она просто обязана присутствовать в отношениях между мужчиной и женщиной. Тем более, что в 98 случаях из 100 для нее есть повод. Такие данные приводятся в независимом исследовании группы итальянских психологов. По мнению специалистов, наиболее подвержены ревности молодые пары. Это чувство возникает, когда один человек на самом деле любит другого и хочет обладать своей второй половинкой всецело. Здоровая ревность ведет к самосовершенствованию. Так что если это чувство заставить работать на себя, отношения станут только лучше. И все же, что такое ревность – признак большой любви или проявление комплекса неполноценности? Спасибо нашим журналистам. С вами только что слово за слово, в котором право говорить имеет каждый. Мы говорим о ревности. Настя, я знаю, что у вас есть история с этим связанная, что вы в каком-то смысле оказались жертвой ревности. Да. К сожалению, отношения с молодым человеком, с которым мне пришлось расстаться именно на этой почве, потому что... А вы его любили? Ну, у меня было чувство к нему, чувство влюбленности, и, возможно, это могло перерасти куда-то больше, но, к сожалению, в начале отношений так случилось, что он мне сказал, я переживаю за тебя очень-очень сильно, и я хочу, чтобы с тобой был охранник. Ну, по-первых, мне показалось, вау, клево, круто. Да. Как здорово. Я буду с охранником ходить, то все. Потом, постепенно, постепенно, когда я начала возвращаться домой, какие-то наводящие вопросы, при том, при всем, как бы он не присутствовал, там, где-то я в кафе, там, с подружкой встретила. Начинают такие, а что это за девочка? А с кем ты там познакомилась? А с кем ты там поздоровалась? И вот это вот начиналось уже переходить в какую-то, в такую вот, не знаю, какую-то моральную болезнь. Спасибо, Настя Крайнова. Игорь, чем вызвана вот такая мужская подозрительность, мужская ревность? Это общее свойство личности или она может в одном случае проявляться, а в другом случае тот же господин будет совершенно спокойно относиться к другому. Мой тезис ревность – это нормально. Красивая, эффектная дама, наверное, нравится и другим мужчинам. Естественно, как у него желание держать ее у себя. Что же ее кому попало? Ну что она, пикинет? Отсюда и бодигар, отсюда и контроль. Естественно, дорогие мои, как вы хотели. В этом мире есть конкуренция, и для нормального мужчины важно сохранить свою любимую женщину и сделать от нее хорошее, качественное потомство. Сохранить ее. Для этого ему нужно посадить ее в клетку, да? Подождите, я ему не забываю. Вот именно благодаря ревности люди совершают подвиги. Ревность – великолепный, мотивирующий фактор. А преступления? Три примера я знаю из своей практики, из своей жизни. Именно один, благодаря ревности, мой хороший знакомый, с кем мы вместе учились, стал профессором. Другой стал кандидатом в мастера спорта именно благодаря ревности. Ревность великолепно тонизирует. Вот сексолог дама скажет, что именно ревность работает не хуже, чем виагра в постели. А иногда и сильнее. Именно ревность тонизирует и женщины, и мужчины. А у меня нет. От ними ревности будет больше потенции. Послушайте, Игорь, скажите мне, вы же психотерапевт, а у меня наоборот, если я ревную, я не хочу женщину, а у меня бесить начинает. Конечно, вернее. А, ну вот видите, у вас другое проблем. Это дело не в ревности, это дело еще в вашей потенции. Потенцию мы рассматриваем отдельно, ревность отдельно. Бывает и без всякой ревности нормальная. Подождите, а зачем тогда такая красивая женщина нужна этому мужчине? Ну, нашел бы себе, там, ну, скажем так, деревенскую курицу, он не ревновал. Это придурок, он же хорошее хочет. А мы же хорошее как-то лучшее. И вы же тоже пожелаете, красивую женщину. Надо испортить ей жизнь, надо испортить отношения. Зачем ему родина? Конечно, надо испортить отношения. Испортить жить человеку. Ну, к тому, что вы сказали, что ревность к подвигу. У меня вот с моим вот этим бывшим молодым человеком был разговор. И когда я ему сказала, зачем тебе эта ревность тебя сжирает изнутри, он говорит, ты не понимаешь, что если я не буду знать, я потом вот что-нибудь узнаю не так, я же могу этого человека убить или еще что-то. Конечно, вы страхуете. Понимаете? Так надо всех убивать. Подождите, можно вопрос? Я задам. Я считаю, что это не здорово. Вы говорите, что ревность это нормальное чувство. Вам любой юрист скажет... А убийство на почве ревности? Вам любой юрист... Нормально? Убийство на почве ревности это нормально? Да не надо доводить все до правильности. Нет, ну подождите. Опять женщина виновата. Вы не провоцируете мужчину и убийство не будет. Игорь, вы говорите, что это нормальное чувство. Я вам еще раз говорю, любой юрист вам скажет, приходит муж, увидел жену, есть еще пистолет, если у него... Зачем? Зачем флиртует за людьми? Как же нормальное чувство может привести к тому, что человек кукнул двоих? Вот же основной вопрос. Очень много слов. Позвольте добавить. Зачем флиртует за любовью. Позвольте добавить. Вот мы говорим на самом деле об одном и том же. Просто мы не договорились терминологически. Ревность на самом деле, это чувство, которое, так сказать, идет вслед за любовью. И каждый из нас, сколько бы мы ни обсуждали, это каждый из нас в глубине души какой-то легкий укол ревности всегда испытывает. Да, испытывает. Но есть люди, у кого это переходит в стадию мании, так сказать, психоза, невроза. Вот тогда и начинается все эти подглядывания, подсматривания, контроль, быть рядом. Рядом, я сказала, где, когда, допросы и так далее. Вот отсюда, вот отсюда врываются все эти ужасы и убийства и страшные трагедии. Совсем недавно была очень известная история, наверное, многим в городе Лисачанск, Луганской области. Я тоже присутствовала на программе. Парень нашел девушку и сжег ее, облил бензином и поджег. Чисто из-за ревности. Она ему не сказала, куда она идет. А шла она на пляж с мамой и папой. Это что, нормально? Она сгорела заживо. Мама стала калекой. Отец стал калекой. Я хочу обратиться в Баку. Эльмир, скажите, как психоаналитик, действительно существует нормальная ревность и ненормальная ревность? И существует ревность как нормальное гармоничное чувство, а есть ревность как патология? Или любая ревность – это уже отклонение от нормы? Вы знаете, ревность имеет много лиц, очень многогранный феномен и много форм и оттенков ревности. Конечно, есть патологическая ревность, когда 89-летний пожилой человек ревнует свою 70-летнюю жену на 16-летних парней. Но это уже психиатрический случай. Есть, конечно, ревность и в карьере тоже. Профессиональную ревность мы это называем. Но, вы знаете, в ревности всегда больше самолюбия, как говорится, нежели любви. И, к сожалению, ревность уходит корнями в глубокое прошлое человечества. В священных писаниях даже написано, что основоположенниками этого греха являются первые сыновья первого человека – Авель и Каин. И даже мы можем наблюдать дома, как маленькие дети ревнуют своих маленьких братьев или сестер. Конечно, это все персонажи из наших архетипов. Это показывает, насколько близко нам это чувство. Но в корне чрезмерной ревности всегда есть недоверие. И, вы знаете, или иногда это направлено к самому человеку – это комплекс неполнотенности. Или человек не доверяет супруге – это тогда, когда люди не знают до конца друг друга. Или, может быть, даже он доверяет своей супруге, но не доверяет обществе. То есть, знаете, тут, конечно, есть и культурологические моменты. Знаете, скандинавские женщины, то есть им это понятие не близко. А восточные женщины, вот они любят, когда немножко в меру ревнует мужчина. Это они оценивают как внимание, как проявление любви. И, конечно, скорее всего, тут все зависит от того, получает ли наслаждение супруга противоположный пол от этого. Или как-то надоедает, или даже, может быть, страдает от этого. Все относительно, и всегда надо каждый случай анализировать и подойти, как бы, с научной точки зрения, и индивидуально анализировать. Спасибо. Спасибо, Эльмир Акпер. Бывает ли ревность без любви? Бывает ли ревность без любви? Можно ли не любить человека, но его ревновать? Бывает, конечно. Могу сказать. Дружеская. Бывают семейные пары, когда уже любовь вся закончилась, да. Но когда, например, супруг или супруга узнают о том, что его половина уходит к другому человеку, начинается просто уже ревность, доходящая до мести. Она вдруг вспоминает, Элеон, что когда-то любил, и теперь именно в этот момент он должен снова стать моим. И женщины, и мужчины совершенно страшные шаги совершают и убивают. И были случаи, когда... Не любя при этом. Не любя, конечно. Это, скорее всего, чувство собственного. Я думаю, что это на позе, но есть чувство собственного. Были случаи, когда женщины шли на тяжкое преступление. Я не говорю сейчас про кровавые, да. Но на самом деле в ожоговом центре даже той же нашей прекрасной Москвы попадали... Я сейчас не занимаюсь просто такими делами, но раньше были жертвы. Я по-другому их назвать не могу. Когда расходящаяся пара в стадии развода вдруг жена застает мужа на даче с любовницей в неприглядном положении. И кипятком совершенно спокойно приходит, обжаривает, да, шпаривает. Такие случаи были. Были, когда газ включали. То есть это все происходит, причем это действительно человек уже не любит. Но тут он вспоминает, что это мое. И как же ты это смог забрать, да, или смогла забрать, когда ты еще со мной не рассталась. Но это же болезнь. А есть еще... Это страшно. Это страшно. Страшно, что невозможно даже себе представить, что в принципе человек, с которым ты прожил там 10 лет, 20 лет, на такое может пойти. Вот это самое страшное. И узнать заранее, сказать, например, человеку, пойдем сходим к психиатру, может быть ты меня больше ревнув, чем нам. И так мы поняли, что ревность без любви может быть. А может ли быть любовь без ревности? Может, конечно. Может быть. Это нормальное отношение. Мужчины к женщине. Это гармоничное отношение. Гармоничное отношение. Я люблю женщину. Я могу сказать на собственном примере. Аня, ну представьте себе, я вас люблю. И мы пошли в гости, да, и вдруг я замечаю, что что-то вы... Мы там в клубе где-то, и вы танцуете с каким-то господином, и я замечаю просто, что он себе позволяет, скажем так, лишнее, а вы хохочете счастливой. А значит, это нравится вашей женщине, и зачем тогда вам эта женщина нужна? Ну если ей нравится, что ей нравится? Да нужна! И зачем ей нравится? А ну что значит, если ей нравится, то пусть танцует с ним. Вот у меня есть... Жену воспитывает. Сегодня она с ним танцует. И абсолютно нет никакой ревности. Ни у моей девушки ко мне, ни у меня. Это абсолютно нормальное отношение, взаимопонимание. Доверие, взаимопонимание. Доверие, что угодно. Но просто нет никакой абсолютно ревности. Отношение с тобой. Если, можно, два слова. Если действительно есть любовь между девушкой и мужчиной, то вот в случае, когда моя девушка с кем-то немного, может быть, флиртует, да, есть настолько какое-то высокое чувство и доверие к своей половинке, что тебе даже нравится иногда, что она привлекает внимание... Ну вот это... Послушайте, вы сейчас говорите об идеальной ситуации. Вы говорите о том, что вы влюблены в идеального человека. Кому вы 100% не заверяете, которого не интересует лицо... А вы сейчас говорите о том, что любви не бывает вообще. Послушайте, любая женщина это женщина. Любой женщине нравится, нравится мужчинам. Любой человек любит внимание посторонних людей. И разве это плохо? А мужчинам нравится, что женщина нравится другим мужчинам. Конечно, если она нравится, нравится другим, это что значит? Она может нравиться всем, но она моя. И придет она ко мне. Но обратите внимание, что ревнуют-то не ко всем. А к кому? Ревнует. Вот смотрите, подошел к вам один, второй, третий. Не конкурент, да? Не обращаю внимания. И вдруг подходит чувачок, и я понимаю. Опа! Опасность. То есть мужчина определяет конкурент или нет? Он смотрит, нравится ли ему этот мужчина, да? А не женщине. Конечно. Ну извините. Это уже извините. А вы что думаете? Ревность это одна из немногих эмоций, которые нас объединяют с животными. Как кошки ревнуют друг друга. Как собаки ревнуют, обезьяны с ума сходят, убить могут. Поэтому наш стол синенький говорит, что ревность это нездоровая история. Вопрос к Эльмиру. Эльмир, скажите, а может ли, вот господин Вагин говорит, что ревность часто стимулирует. Скажите, а может ли ревность, некая доза ревности быть полезной для внесения в отношение некоего градуса? Да, когда вы понимаете, что... Сходил налево. А вот когда мужчина понимает, что его девушка вызывает интерес к противоположному полу, когда девушка понимает, что мужчина интересен еще и кому-то, нужно ли давать понять, что дорогая, обрати внимание, на меня смотрят, или дорогой, обрати внимание, я интересно. Может ли ревность стимулировать любовь? Однозначно, да. Вы знаете, даже Фрейд говорил, что даже комплексы порой стимулируют какую-то черту в человеке. Но мы же не говорим, что комплексы хорошие. Но это, да, может играть даже положительную роль в судьбе человека. Но, скорее всего, ревность это все-таки психологический момент. Дело в том, что сейчас уже уточнили, что даже зародыш, эмбрион ревности, рождается у нас в детстве. Если нехватка внимания, если дефицит в любви, тогда уже эти дети, когда взрослеют, они более склонны к ревности. Вот поэтому это психологический момент. Но так же, как и комплексы, они могут как-то стимулировать какую-то сторону личности этого человека. Но это не говорит, что это должно быть у нас всегда. Как-то в какой-то момент человек должен задуматься и проанализировать всегда внутри себя все эти моменты. И, конечно, если есть такие уже моменты, когда это приводит к каким-то нюансам, уже конфликтам, тогда уже надо обратиться к специалисту. Спасибо большое. С нами был Эльмир Актер. Баку-Азербайджан, к сожалению, закончился сеанс связи с Азербайджаном. Огромное спасибо вам за участие в программе. И вопрос. Можно. Любовь зла, говорится, да, как полюбишь и кого угодно. Вот вопрос ревности. Можно ли от ревности избавиться по собственному желанию? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Мы созданы человеку для того, чтобы рожать их словами. С вами только шоу «Слово за слово», в котором право говорить имеет каждый. Мы говорим про ревность. Да, Эд. Слово «конкуренция» прозвучало. Опять мы все сводим к сексу, к страсти, к плотским отношениям. И, да, здесь возникает ревность. Но могу сказать в продолжение того, что вы говорите идеальное, идеализирование и так далее. Вообще, на мой взгляд, 70-80% людей просто не знают, что такое любить по-настоящему. К сожалению, в нашем сегодняшнем современном мире отсюда возникает вот эта вот тупая ревность, переходящая в преступление, в убийство, облил бензином, сжег и так далее. На моем примере, на примере моей бабушки с дедушкой, которые прожили 54 года и до конца обожали друг друга, эта ревность была настолько нормальной, и она перерастала только в поцелуи и в слова «как же я тебя люблю». И в наше время я этого не вижу вообще. Все хотят заработать, потратить, простите то, о чем вы говорите, подцепить на один вечер, пойти погулять, а потом вдруг на следующий день подумать «ой, я же с ней был, наверное, она моя». Собственность, дай-ка я ее сейчас кокну, потому что она с кем-то пошла еще. Потому что мы забыли о самом главном, о том, что есть нормальные, человеческие, чистые отношения. Вот и все. И то, о чем говорит ваша сторона, и в том числе вы, это очень некрасиво. И я хоть и молодой человек, но мне противно слушать то, что вы говорите. Спасибо большое, Ильжевский. Игорь Вагин, прошу. Жаль, что вам противно слушать, что говорят люди-профессионалы. Жаль, что вам противно слушать, что написано в любом учебнике. Ладно, давайте к вагонами тоже будем козырять. Теперь перейдем к тому, что имеет... Мы все равны здесь. Во-первых, вы очень много говорили о любви, которая бывает только у вас, там еще у избранной категории. Я не говорил про себя вообще. Вот, теперь что такое любовь с позиции науки? Это психическое заболевание. Невроз. Психическое заболевание, все симптомы. Нарушение критики есть. Второе. Есть навязчивая идея, мы видим только одну даму. Любовь прошла, видим других женщин. Нет, ну нормально, это вообще человек профессионал говорит, любовь это психическое заболевание. Эмоциональная раскачка постоянная. У вас диплом есть профессионального врача или кого? Психиатр. Если есть, принесите, мы здесь сожжем его на костре. Достоевского, почитайте, как Достоевский описывает любовь. Униженный и оскорбленный. Сейчас я же слушаю в машине. Я еще не то сказал. Насколько люди умели любить раньше? Послушайте, но Достоевский описывает любовь к Настасье Филипповне. Естественно, когда Мышкин спрашивает его, а ты как думаешь? Он говорит, да разве я думаю? Естественно, понимаете? Если вы мужчина, то вы все-таки должны следить, контролировать свою силу. У меня бывали случаи, когда люди обращались, якобы у их папы бред, бред ревности. Якобы у их мужа бред ревности. Его лечили, пытались снять этот бред ревности. Оказалось, бреда ревности не было. А жена изменяла и с одним, и со вторым, и с третьим. Я не призываю всех водить к психиатру и всех лечить. Я призываю, как говорил Ленин, доверяй, но проверяй. Ты отвечаешь за семью, ты отвечаешь за поведение своей жены, ты ее обязан воспитывать, чтобы у нее были хорошие манеры. Вот тогда и будет крепкая здоровая жизнь. Скажите, пожалуйста. Ясно, спасибо, Игорь Вагин. Прошу вопрос, Александр Текила. Вы извините, конечно, по очереди. За личный вопрос, а вы женаты или были женаты? Да. А вы женаты? Я нет, я молод. Я у вас спрашиваю, просто я не вижу кольца. Может быть, это для того, чтобы выйти и с кем-то пофлиртовать. Вы считаете, кольцо есть главный атрибут брака? Я считаю, да. Но если вы говорите о том, что ревность это главный атрибут, то я считаю, как минимум, главный атрибут брака и любви это о том, чтобы носить кольцо на безымянном пальце, которого у вас нет. Я знаю очень много мужчин и женщин, которые носят кольца и изменяют на право и на веро. Послушайте, а ревность актуальна вообще сейчас? Или пора признать уже, все знают статистику, 80% изменяют. Смотря в глаза любимому человеку, говорит, я тебя так люблю. Но вы знаете, у меня был статус однажды в одноклассниках, который набрал гигантское количество этих лайков. Я написал, думаю, проверю сейчас. Написал, а секс ведь любви не помеха с другими. Оказывается, колоссальное количество людей тут же сказал, да, да. Секс с другими. Это было мужчиной лично, я больше, да? Вы знаете, и тех, и других. Я думаю, что мужское. Нет, послушайте, вот сейчас уже ревность, при том, что мы знаем всю эту статистику, при том, что мы с задним умом понимаем, что, эх, черт, да, может, она меня и правда любит, но в какой-то ситуации, ой, может, дать слабинку. Надо ли ревновать сейчас? Или нужно просто с этим бороться? Конечно же, не надо. И все нормальные, интеллигентные люди учатся это в себе душить. Они выше. Я его не ревну, нет, нет, совсем даже, нет, никогда. Ну, это немножко не всегда приносит пользу, потому что загоняется как бы вглубь себя. Должна сказать о молодых людях, которые мы видим сейчас напротив нас. Я позволю себе, как психоаналитик, заметить. Вы понимаете, в паре всегда, как правило, один любит, другой позволяет себя любить. То есть, так сказать, акценты чуть-чуть смещены, потому что очень редко, крайне редко, вот, может быть, то, что вы называете идеальной любовью, когда встречаются, так сказать, по внутренне понимаемому статусу одинаковые люди, и их любовь действительно симметрична. Как правило, кто-то любит и кто-то позволяет. И вот в данном случае, как известно, вообще известно, что альфа-самцы, вот те мужчины, которые считают себя наверху пирамиды, они не ревнуют. Они настолько это, так сказать, в себя не показывают окружающим, потому что как только он продемонстрирует свою ревность, он перестает быть альфа-самцом, он становится самцом бета. Он альфа, ревнует только его. Если ей что-то не нравится, ага, следующее. Вот его позиция. Ну, знаете, вы приводите такие примеры, Юлия Вара. А что вы, это самое, Саша, что вы про Бутово-то? Мне просто не нравятся такие примеры. Сейчас кинули камень в наш город с Эдом, приравняв нас каким-то альфа-самцам, бета-самцам, которые, видимо, водятся где-то в Бутово, где и находится у вас офис, где вы набрались этих примеров, и сейчас там всем высказываете. Вот честно, я бы никогда в жизни не пошел к психоаналитику, как вы. Может быть, потому что вы неправильно высказываете, вы не слушаете ни девушек, которые сидят. И говорят, вы психоаналитик, вы не можете занимать заведомо уже одну позицию. Вы должны быть посередине, потому что никто не написал в правилах, что ревности не должно быть, и ревность должна быть. Я не профессионал, я высказываю свое мнение. А вы должны быть всегда посередине. Между чем и чем, не поняла. Между мнением того, что ревность должна присутствовать и ревности не должно быть. А вы заведомо уже сели за зеленый диван и считаете, что ревность должна быть. И нужно мочить всех, потому что я великий психоаналитик, который сидит в Бутово и смотрит на этот штаб. А что вы уже с этим Бутово привязали? Спасибо, пожалуйста. А, да, Оля. Я здесь не профессионал. Я вот так же шоу-бизнеса, точно так же... Поэтому вы можете там сидеть спокойно, как и я здесь. Я могу сказать, что вы можете... А нету третьего стола. Это испытание, понимаете, жизнь такая длинная, ребяток. Может быть, всякое. Но это всегда испытание. Это может быть маленький укол. Можно скрывать внутри себя. Я вот ревную, или я там не ревную. Но это необходимо. Так или иначе, ревность, она нужна. Это инстинкт, он заложен в нас. Он заложен внутри. Я за нормальную... Исторически. Я за нормальную долю ревности. Я не говорю про клинические случаи. Я против этого, но... Спасибо. Спасибо, Настя. Прошу вас. Давайте пообщем. Вы знаете, вот я вот сейчас слушаю, да, как-то абстрагируюсь, и понимаю, что мы сейчас пытаемся всех подгрести под одну гребенку. Такого не бывает. Есть люди, которым... Есть пары, которым реально кайфово с друг с другом, и им нравится, что они друг друга не то что ревнуют, а у них доходит до того, что они бьют друг друга, но они реально от этого кайфуют. Есть пары, которых вот это, например, как у текила, да, что им не нужно это чувство ревности. Они реально хорошо себя чувствуют в том состоянии, в котором есть. Есть ревности, в которых... Есть пары, в которых ревность совсем такая маленькая, дозированная. Поэтому, мне кажется, сейчас у нас не получится в любом случае подгрести под одну гребенку и сказать, что ревность нужна, или ненужна. Спасибо большое, Настя Крайнова. Евгения Маркина, прошу. На самом деле, я отношусь к ревности очень специфически. Почему? Я прошла через то, что называют испытать на себе ревность. И я сейчас не говорю про то, что там какие-то маньячные преследования. Нет, человек вел себя тихо и спокойно. Это было еще до моего замужества. Ну, в общем, у меня сломан нос, скажем так, причем после того, как я от человека ушла. Вот. Поэтому, что такое ревность, которая тщательно полгода терпится и просто вот думается, а вот где-то почему-то с работы задержалась. А почему вот я тебя видел, ты на каком-то такси странам приехала, я записала его номер, да, и закончила все это дело тем, что когда я ушла от человека, через полгода у меня оказался сломанный нос. Вы знаете, мне очень приятно. И по-другому. Вы посмотрите, сколько случаев, когда ревнивые парни своих женщин не то что избивают, они их истязают. Весь интернет у нас сейчас наводнен с ситуациями, когда у девчонок моделей просто психи, извините меня, молодые люди, а у девочек могут быть и дети, и мамы, кто угодно, они же угрожают. Это страшно. Какая ревность может быть? Вопрос в том, вот если бы вы сейчас нам рассказали, как просекать у человека вот это вот, извините меня, или все-таки там что-то можно исправить. Вот если бы вы рассказали, было бы замечательно. Спасибо большое, Евгений Мартынов. У нас времени не осталось больше. Давайте так, сейчас буквально по две фразы каждый из вас подведет итог сегодняшнего разговора. Нужно ответить на вопрос все-таки ревность. Ну, скажем так, хорошо это или плохо? Юлия Вара, прошу вас. Ревность объективна, и только в наших руках зависит то, как она преломится. Не бывает, что в отношениях виновата только одна сторона. Спасибо. Юлия Вара. Игорь Вагин. Ревность была, есть и будет. Весь вопрос, умеем мы ей управлять или нет? Спасибо. Как мы умеем управлять эмоции? Я согласна, что ревность она будет и была, и маленький процент ревности он всегда должен присутствовать в отношениях. Спасибо большое. Александр Текила. Я против ревности. Окей. Евгения Мартынова. Ну, даже не знаю, что добавить. Наверное, если удастся действительно каким-то образом узнавать сразу про человека, что он все-таки ревнив, я думаю, женщинам уж точно надо уходить, чтобы не испытать на себе просто насилие. Вот все. Спасибо большое. Эд Шульжевский. У меня призыв ко всем телезрителям. Любите себя и любите своих родственников, близких людей. Спасибо большое. Настя Крайнова. Я считаю, что нам нужно научиться доверять друг другу. И чтобы ревность была в отношениях только для того, чтобы как-то ее перевести в позитив. Спасибо большое. Анна Калашникова. Я хочу сказать, что ревность это наше человеческое, присуще нам, поэтому вы доверяете друг другу, любите друг друга и прежде всего уважаете. Каждый человек уникален и не нужно подгибать его под себя, его ревновать и так далее. Нужно быть и предоставлять человеку возможность... Спасибо большое. Анна Калашникова. Вы знаете, в романе «Статский советник» один из революционеров произнес интересную фразу. Он сказал так, что лучше поверить предателю, чем оскорбить товарища недоверием. Поэтому имейте в виду, ревновать, конечно, можно, но ревность ничего не изменит в отношении к вам. Во всяком случае, в лучшую сторону. Это мнение наших гостей, то, что вы слышали сегодня. Что думаете вы? Мир24.tv С вами был Алексей Шахманов. До свидания. Спасибо.